Эта чудовищная трагедия произошла в Хабаровске по улице Артёмовская, 77. Там во дворе многоэтажного дома жил добрейший старичок Рыжик. Местные жители очень тепло относились к пёсику, построили будочку, которая стала его домиком, и приносили еду. А дети считали Рыжика своим лучшим другом. Пёсик с удовольствием играл с малышнёй и за свою жизнь мухи не обидел. Но 17 февраля, когда Рыжик мирно спал в своей будочке, неизвестный изверг плотно закрыл её чем-то снаружи, облил горючей смесью и поджёг. Увидев пламя, люди бросились тушить будку, в том числе мамы с детьми, которые кричали от ужаса, видя, как догорает их любимый друг. Несчастный Рыжик, который два года жил там, как мышонок, погиб страшной и мучительной смертью ни за что. Люди не могут отойти от шока. Сейчас они несут к сгоревшей будке, ставшей стихийным мемориалом, живые цветы. А дети в трясущихся руках несут туда свои игрушки. У нас в Абаровске произошла такая жуткая страшная история. Вот на этом месте у нас во дворе дома по улице Артемовска, 77, жил вёс, с которым прибился где-то полтора года назад. Песу поставили здесь будку неравнодушные люди, его кастрировали по программе. То есть здесь его все жители любили, дети его любили, с детишками он играл, все его кормили, никто его не обижал. И вот 17 февраля вечером, около 8 часов вечера, какой-то нелюдь, потому что по-другому я назвать его не могу, поджёг будку. Поджёг будку вместе со спящим там псом. Будку он чем-то приедавил, чтобы пес не вышел. И да, чем-то облил, потому что вспыхнула она моментом, и люди, когда увидели, вот, лишь лежащих домов прибежали, будка уже горела, разгорела. Здесь были мамы с детьми с маленькими, то есть тушили, помогали все, разбирали эту будку, сорвали крышу, засыпали снегом, потому что воды не было под рукой. Но, к сожалению, собаку спасти не удалось, он погиб. То есть была вызвана полиция на место, труп собаки забрали, будет экспертиза. Мы надеемся, что возбуждено уголовное дело. Мы это так не оставим. Я живу в этом районе. Окна у меня прямо смотрят сюда, на эту будку. Я хочу, чтобы этого изверга, живодера, нашли и наказали, чтобы этого никто больше не делал. Наказали по всем правилам. Этот пес действительно, это, я не знаю, это такой был, такой добродушный, такой хороший пес. И просто вот сейчас без него просто невозможно. Смотришь туда, и все опустело, все так. Вообще, это такая травма. Я прошу очень наказать, найти этого преступника по всем правилам. Спасибо вам большое. Конечно, надо наказать, кто это сделал. Всегда играли. Да, играл с нами Рыжик? Да, всегда был с нами на площадке. Ни детей, ни собак не трогали. Я вон со своей гуляю. Где она у меня вообще? Вот она. Вот она. И малявку нашу никогда не трогал. Вообще любил как и деток, так и вот животных. Обязательно надо наказать. Жалко очень. Я сама в шоке была, когда все это увидела. Он все время, ребенок маленький, с ним игрался. Никогда не трогал. Даже маленького ребенка. Обязательно накажите. Надо таких людей наказывать. Да я не знаю, таких людей, мне кажется, так же и надо сжигать. Все, я не могу больше с ними. То есть, будем до последнего бороться. Поэтому я обращаюсь ко всем неравнодушным жителям нашей страны, чтобы этот ролик увидели как можно больше людей. И, пожалуйста, делайте репосты. А как-то озвучивайте, освещайте. Ну, потому что это действительно проблема в нашем обществе. То есть, собак травят, собак убьют, собак убивают. Все это происходит на глазах наших детей. Поэтому мы хотим это остановить. Вот. Вот люди несут цветы, дети несут игрушки. Это просто какой-то кошмар. Я первый раз такое вижу, такую жестокость. И чтобы вот так вот это все происходило. Мама. Говорит о вашем обществе. Знают, конечно, они его друзья. Он дружил со всеми собаками, со всеми кошками. Мы очень просим неравнодушных помочь жителям Хабаровска найти и наказать убийцу по всей строгости закона. У кого есть выход на СМИ, рассылайте эту информацию в газеты, на телевидение. Пишите в прокуратуру, делайте максимальное количество репостов. Также я лично обращаюсь к Владимиру Бурматову в Следственный комитет и ко всем влиятельным людям России. Не дайте мерзавцу уйти от ответственности. Мы требуем найти и посадить живодера в тюрьму. Ведь мы не знаем, кто завтра окажется на месте невинно убитой собаки. Животное или чей-то ребенок. Продолжение следует...